Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-то причине не подписаны, рекомендуем подписаться на нашем канале, вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и приобретения поддержанного авто. В том числе и обзоры на машины. Не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей в БУ-виде, рассматривая их на подъемнике. Автомобиль, про который пойдет речь сегодня, можно смело назвать неформатным. Такие автомобили крайне редко появляются у нас в компании RDM Import. Гораздо чаще нам приходится иметь дело с японскими, либо корейскими брендами. Однако сегодня у нас на подъемнике британский автомобиль. Компакт-кроссовер с довольно интересным набором потребительских качеств и при этом также интересной ценой на авторичном рынке. Об основных моментах, про которые нужно помнить, если вы решили прикупить себе поддержанный Land Rover, мы сегодня и поговорим. Встречайте, Freelander, второе поколение. Второе поколение Land Rover Freelander дебютировало в 2006 году. На конвейере эта машина продержалась достаточно продолжительное время, по 2014. При этом за свою жизнь этот автомобиль успел пройти через рестайлинг дважды, в 2010 и в 2012 годах. Как водится у компании Land Rover, рестайлинговые автомобили получали обновления, как по части технической, так и по части внешности. Что касается гаммы двигателей, на российском рынке эти автомобили предлагались с одним из трех агрегатов. До 2012 года единственным предлагаемым здесь бензиновым двигателем был агрегат объемом 3,2 литра на 233 лошадиные силы, который сочетался с автоматической коробкой передач и полным приводом. После 2012 года этот двигатель заменила турбо-четверка от Ford на 240 лошадиных сил, также агрегатируемая сугубо с автоматическими трансмиссиями. Ну а если вам нужна была, например, механика, которой Freelander также мог комплектоваться, то такие автомобили имели под капотом безальтернативно только дизельный мотор, объемом 2,2 литра, но разной мощностью от 150 до 190 лошадей, в зависимости от периода выпуска автомобиля. На российский рынок Freelander шли только с полным приводом, однако на своем родном европейском рынке подобную машину можно было купить и только с передними ведущими колесами в самой простейшей комплектации. Наш сегодняшний экземпляр – автомобиль 2011 года выпуска. Это первый рестайлинг. Под капотом бензиновый двигатель 3,2 литра, автомат и 4WD. Формально второй Freelander относится к классу компакт-кроссоверов, но по своим габаритным размерам автомобиль вполне взрослый. Длина кузова 4,5 метра, ширина 1,91 метра, а высота 1,74 метра. Колесная база 2,66 метра, места в салоне и в багажнике вполне достаточно. Что касается толщины и качества лакокрасочного покрытия кузова, на вторых Freelander окрас довольно-таки типичный для большинства автомобилей. Стандартный разброс показаний толщиномера от 100 до 150 микрон. Кузов этого Land Rover практически полностью стальной. Из алюминия здесь выполнена только крышка капота. При этом к качеству окраса изначально у этих автомобилей было не так уж много претензий. Лакокрасочное покрытие довольно неплохое. А вот в том, что касается ржавчины, на наиболее возрастных экземплярах имеет смысл пристально осматривать такие зоны кузова, как, например, колесные арки. Причем касается это как задних, так и передних арок тоже. Не лишним будет произвести осмотр на подъемники и на предмет наличия ржавчины на порогах и на днище автомобиля. Попадаются на некоторых возрастных машинах также следы начинающейся коррозии по козырьку крыши, а также по крышке багажника. В зоне под хромированной накладкой на днише номерного знака. Но зато в том, что касается коррозии по низу дверей, например, как это встречается на возрастных 120-х Prado, либо Lexus FGX, подобное на фрилендерах бывает крайне и крайне редко. То же самое касается и ржавчины в подкапотном пространстве, брызговики, подкапотные швы, лонжероны. Все это, как правило, отлично сохраняется, естественно, исключением из этих общих правил могут стать битые автомобили, восстановленные после лобового удара. Среди наиболее распространенных болячек модели, касаемо кузова, но не связанных при этом с коррозией, можно выделить, например, проблемы с задним стеклоочистителем, работоспособность которого крайне желательно проверить при осмотре поддержанного экземпляра, а также не совсем герметичный дополнительный третий стоп-сигнал на крышке багажника. Многие владельцы фрилендеров сталкивались с тем, что из-за негерметичности третьего стоп-сигнала внутрь пятой двери попадала вода. Что касается передней части, так же, как, например, на Nissan Murano, у фрилендеров довольно-таки слабым местом являются линзы головной оптики. С возрастом линзы банально выгорают и свет тускнеет. Для ксеноновых фар этот рубеж приходит несколько попозже, галогеновые сдаются пораньше. Так что имейте в виду эту особенность при осмотре поддержанного экземпляра, дабы сразу после покупки автомобиля не ехать на замену линз. Что касается салонного и прочего бортового электрооборудования, то у фрилендера есть пара моментов, на которые нужно обратить внимание. Первое, и довольно-таки нередкое, обязательно проверьте на бушном экземпляре, чтобы у вас исправно функционировали все электрозамки на дверях. Второе, если речь идет про дорестайлинговые автомобили, обязательно проверяйте климатическую установку на предмет исправности вентилятора-отопителя. У рестайлинговых фрилендеров подобный дефект встречается гораздо реже. А вот работоспособность самого кондиционера, компрессора кондиционера, нужно проверять обязательно на любой машине любого возраста. Нередки случаи, когда низкоподвешенный компрессор из-за коррозии контактов разъема муфты просто прекращает функционировать. А также некоторые из владельцев подобных автомобилей сталкивались с отказом подрулевого шлейфа. Не сказать, что его замена сильно бюджетна, но, по крайней мере, незаметно на фрилендере его кончина не проходит. Если у вас намечаются проблемы с подрулевым шлейфом, то помимо лампочки и эрбэга вы получите еще и полностью нерабочую систему Terrain Response, а также массу сигнальных ламп на панели. Вообще, с точки зрения бортового электрооборудования Land Rover Freelander это достаточно сложная машина. Поэтому, первый момент, при осмотре подержанного экземпляра, естественно, постарайтесь остановить свой выбор на той машине, где все, что есть на борту, исправно работает. А второе, чем меньше в электрику этого автомобиля будет посторонних вмешательств со стороны предыдущего собственника, тем оно лучше. Ну а теперь поговорим про двигатели под капотами второго Freelander. В нашем случае это, пожалуй, наиболее распространенный бензиновый агрегат. Объем двигателя 3,2 литра, мощность 233 лошадиные силы, а крутящий момент 317 ньютон-метров. С этим двигателем Freelander довольно-таки шустрый автомобиль. Разгон с 0 до 100 км в час занимает 8,8 секунды, а максимальная скорость этого автомобиля 200 км в час. Средневзвешенный городской расход топлива на этом автомобиле будет в районе 16 литров на 100 км пути. Несмотря на наличие у этого мотора собственного ландроверовского индекса, по большому счету мы здесь имеем дело с агрегатом Volvo B6324S. По конфигурации это рядная шестерка. Блок цилиндров алюминиевый, головка блока цилиндров с двумя распредвалами. Здесь есть фазовращатели, впрыск топлива распределенный, гидрокомпенсаторы присутствуют, соответственно, регулировкой клапанных зазоров заниматься не нужно, а привод ГРМ цепной. Данный агрегат отличает довольно-таки большой объем заливаемого масла 7,7 литра, а также в целом очень и очень хороший ресурс. На самом деле рядная шестерка объемом 3,2 литра это очень хороший с точки зрения надежности агрегат, который даже масло начинает потреблять только к очень большим пробегам, порядка 350 тысяч километров. И то по причине закоксования маслосъемных колец. Сам ресурс поршневой группы на данных агрегатах это свыше 500 тысяч километров пробега, то есть внутренка мотора очень и очень крепкая, но есть пара нюансов. Первая и, наверное, самая дорогостоящая проблема по данному двигателю связана как раз с механизмом ГРМ. Находится он здесь с тыльной стороны, со стороны маховика распредвалы приводятся цепью, но не напрямую от коленчатого вала, а через редуктор, шестеренчатый редуктор, с которым как раз и связана основная проблема. К большим пробегам за 250 тысяч километров внутри этого редуктора вполне может как появляться люфт непосредственно из-за выработки шестерен, так и выработка, собственно, подшипников. Проявлять себя все это будет изначально акустическим дискомфортом в виде подвывания либо стрекота. Ну а в самых запущенных случаях, если подшипники, например, дезинтегрируются при работе двигателя, последствия могут быть не очень приятными. Ну а второй комплекс проблем по данному мотору, как правило, связан с неправильным функционированием системы вентиляции картерных газов. И первоочередным симптомом проблем с вентиляцией картерных газов на таком двигателе будут масляные течи отовсюду, откуда только можно. Так что если вам повезет и вы купите подобный двигатель в хорошем состоянии, за исправностью системы вентиляции картерных газов нужно будет поглядывать. Из интересного по данному силовому агрегату можно также отметить размещение всего навесного оборудования с тыльной стороны. При этом генератор и помпа приводятся непосредственно через муфту, ну а, например, компрессор кондиционера и насос гидроусилителя уже через ременную передачу. Довольно-таки нетривиальное решение. При эксплуатации подобного двигателя, дабы он отработал весь свой немалый ресурс в ваших заботливых руках, не забывайте чистить радиаторы системы охлаждения, а также поглядывать за исправностью вентиляторов. В целом же рекомендация следующая. При покупке автомобиля с подобным ДВС не поленитесь поинтересоваться у предыдущего собственника, если пробег автомобиля уже перевалил за психологический рубеж в 200 тысяч, делал ли он что-либо с механизмом ГРМ и если да, где заказ наряды. На рестайловых автомобилях после 2012 года старый мотор объемом 3.2 под капотом сменила бензиновая турбо-четверка от Форда серии Экобуст. Этот двигатель выдает уже 240 лошадиных сил. С таким мотором фрилендер оказывается даже шустрее. Сказывается характерная широкая полка крутящего момента турбомотора. Но вот конструктивно этот мотор будет посложнее. На нем уже непосредственный впрыск топлива. Цепной привод ГРМ. Гидрокомпенсаторов не предусмотрено. Соответственно, к зазору клапанов вполне возможно придется регулировать. Ну а если говорить про ресурс Экобустовского мотора, который, кстати говоря, встречается довольно широко на таких автомобилях, как Форд Мондео. Это что-то около 240-260 тысяч километров в среднем по больнице. Наиболее частые неприятности, связанные с данным двигателем, это либо разрушение выпускного коллектора. Он же горячая часть турбины, который оригинально в сборе поставляется только вместе с турбокомпрессором. Но дублевый коллектор можно взять и отдельно. Сделан он будет из чугуна и прослужит дольше. Очень часто владельцы Экобустов такую процедуру проделывают иногда заранее. Ну а второй момент. Серия Экобуст очень требовательна к качеству топлива. И если вы будете заправлять этот двигатель низкооктановым бензином, что будет приводить к детонации, будьте готовы к тому, что в один прекрасный момент дело может окончиться, например, прогаром поршней. Да, и интервалы замены масла на Экобусте лучше сократить. Где-то тысяч до шести. Ну а если вы планируете использовать Фрилендер реально на бездорожье и вам нужен большой крутящий момент, обратите внимание на дизельную версию. Индекс дизеля по классификации Land Rover 224DT. И двигатель этот, кстати говоря, не английский и не американский. К данному двигателю приложили руку разработчики из альянса Peugeot Citroen. На Mitsubishi Outlander, вернее его французских клонах, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007, этот двигатель встречается с маркировкой DW12. По конфигурации это чугунная рядная четверка с комбинированным ременно-цепным приводом газораспределительного механизма. На Фрилендерах данный двигатель будет иметь всегда одну турбину, но в зависимости от модификации турбокомпрессоры будут разные. В разное время данные моторы выдавали 150, 160, либо 190 лошадиных сил. Сам по себе этот дизельный двигатель весьма хорош. Он достаточно мощный, очень и очень тяговитый и при этом потребляет немного топлива. Самое удивительное, что топливная система, ТНВД и форсунки на данных моторах не относятся к разряду каких-то слабых мест. Да и большинство проблем с этими дизелями в основном встречалось на автомобилях ранних лет выпуска, скажем 2008-2009 год. Именно в эти годы производитель, например, поменял конструкцию распределительных валов, тем самым победив проблему с разрушением вала в районе ТНВД. А также разобрался с проблемой вихревых заслонок впускного коллектора. Кстати, если вы смотрите самый первый до рестайлинг, то на тему вихревых заслонок лучше все-таки задать вопросы предыдущему собственнику, выполнялась ли их ампутация и программное отключение. Если нет, то эту процедуру лучше провести. Да, встречаются случаи износов рокеров клапанов, и, соответственно, при покупке автомобиля двигатель крайне желательно послушать, причем специалисту, который имеет дело именно с данными дизельными моторами. Также нужно проконтролировать движок на отсутствие течи масла. Ну и после покупки не забывать, что замена масла на любом двигателе с турбонаддуом должна осуществляться чаще, чем на атмосферных вариантах. Что касается поршневой группы, то ее ресурс по меркам современных двигателей здесь практически беспределен. Двигатели этой серии способны отработать под полмиллиона километров. Так что после хорошей диагностики дизельный фрилендер можно брать смело. Что касается коробок передач, на фрилендеры второго поколения устанавливались либо механические, что реже, и такие трансмиссии агрегатировались только с дизельными моторами, либо автоматические КПП. Механика фордовская, Гитрак М66, ничем особо плохим не отметилась. Но если пробег автомобиля, который вы смотрите, превышает 200 тысяч километров, а скорее всего так оно и будет при тест-драйве, обязательно убедитесь в отсутствии лишних шумов со стороны коробки. Трансмиссионный гул и вой могут указывать на износ подшипников в КПП. И будет крайне нежелательным бонусом после покупки автомобиля. На фрилендерах с механикой также будет стоять двухмассовый маховик. Работает он здесь долго и исправно, к особо проблемным частям не относится. Но если пробег на автомобиле будет космический, вполне возможно, что маховик может начать люфтить и прекратит выполнять свою демпферную функцию. Соответственно, при переключении передач вы будете ощущать достаточно серьезные удары и толчки. А замена двухмассового маховика, если речь идет про новую деталь, занятие крайне недешевое. Что касается автоматических трансмиссий, фрилендер 2 комплектовался с шестиступенчатым классическим автоматом производства японской фирмы Aisin TF80SC с 2010 года SD. Слегка видоизмененная модификация. Надо сказать, что со своими задачами на борту Land Rover Freelander эта трансмиссия справляется достаточно неплохо. И даже ресурс этой коробки по современным меркам весьма немаленький. Трансмиссия способна отъездить за 250 тысяч километров пробега, но только при одном условии. Эту коробку важно не перегревать и при этом менять в ней масло. Причем менять его не раз в 60-80 тысяч километров пробега, а желательно почаще вместе с фильтрующими элементами. Как раз таки грязное масло на данной трансмиссии и тянет впоследствии за собой гидроблок, ну и затем уже механическую составляющую самой коробки. Кроме того, на машинах с большим пробегом не лишний будет при осмотре на подъемнике убедиться в отсутствии течей сальников приводов. Ну и конечно, исправная коробка на Land Rover Freelander работает так, что своего присутствия на борту особо не выдает. Толчков, пинков, а также никакого гула и воя при тест-драйве быть не должно. Ну а что касается системы полного привода, Freelander 2 это автомобиль изначально переднеприводный, где задняя ось подключается в работу через многодисковую муфту Haldex. Подобно тому, как это происходит, например, на кроссовере Tiguan. И забота о Haldex здесь выглядит так же. Замена масла в самой муфте, а оно там свое, собственно, производится раз в 30-40 тысяч километров пробега. И чем жестче будет эксплуатация автомобиля, тем чаще нужно менять масло. Кстати, у автомобилей, которые предыдущий владелец использовал на серьезном бездорожье и особенно любил штурмовать броды, вполне может обнаружиться и проблема с задним редуктором, связанная с попаданием внутрь влаги через низкорасположенный сапун, что впоследствии может привести и к ремонту всего узла, либо его замене на контракт. Так что на тест-драйве Freelander обращайте внимание на отсутствие гула. И если владелец пытается объяснять вам, что это ступичный подшипник, не лишний будет на СТО убедиться в этом на всякий пожарный. Ну а теперь, что касается подвески. Land Rover Freelander 2 это довольно-таки интересный автомобиль. Вроде и кроссовер, но с другой стороны подвеска здесь сконструирована так, чтобы иметь максимально возможные длинные ходы, что помогает бороться с диагональным вывешиванием при езде вне дороги. По своему конструктиву передняя подвеска второго Freelander это Macpherson. Причем по ресурсу компонентов передняя подвеска очень даже неплохой пример того, как делать нужно. Те же самые сайлентблоки в рычагах здесь способны отработать под 200 тысяч километров пробега. Кстати, нижние шаровые меняются отдельно от рычага, хотя оригинал был сюда заклепан, но в данном конкретном случае шаровые имеют уже болтовое соединение. В любом случае дубликатных запчастей на Land Rover достаточно много и довольно-таки неплохого качества. Рулевая рейка на втором Freelander классическая гидравлическая. Рейка фордовская и хотя она не отличается какой-то сверхходимостью, но и повышенно хлипкой ее не назвать. Проверять рулевое управление на предмет отсутствия люфтов, а магистраль гидроусилителя на предмет отсутствия течи, конечно, нужно. Но в среднем рейка не доставляет проблем до 120-150 тысяч километров. Как и на очень многих современных автомобилях, передний стабилизатор поперечной устойчивости в данном случае находится на подрамнике сверху, и, соответственно, доступ к нему для замены тех же втулок стабилизатора здесь не очень хороший. Скажем так, подрамник придется демонтировать и опускать, чтобы добраться до него. Благо, заниматься этим не придется слишком часто. Передний стабилизатор здесь также не хлипкий. По сути дела, относительно слабым элементом в ходовой части Freelander можно обозначить разве что ступичные подшипники. Причем передние в данном случае меняются только в сборе со ступицей. А вот задние уже отдельно. Как, собственно, и все сайлентблоки в задней подвеске. Их даже оригинальные вы можете поменять отдельно от рычагов. Сами рычаги здесь, кстати говоря, весьма основательные. Видно, что задняя подвеска этого кроссовера рассчитывалась на больше, нежели просто езда по асфальту. Еще немного о полном приводе в задней части автомобиля. Мы наглядно видим две причины возможного отсутствия 4ВД на Freelander. Это блок управления муфтой Haldex, который страдает вследствие нарушения герметичности корпуса. Например, хлебнув воды при штурме водного препятствия в случае нарушения герметичности заводского уплотнения. Попадание воды впоследствии вызовет коррозию на плате и необходимость замены этого блока в случае невозможности его ремонта. Кстати, подобная же проблема присутствует на кроссоверах Tiguan от Volkswagen. Ну и второй виновник отсутствия полного привода. Это, собственно, насос муфты Haldex. В случае нарушения подачи питания на насос или выхода из строя самого электронасоса, естественно, у вас просто не будет давления. И последнее по задней подвеске. Все тормоза на Freelander 2 дисковые вкруг, но на автомобилях до последнего рестайлинга стояночный тормоз обычный классический механический ручник. Из-за удержания машины на месте отвечают колодочки внутри барабана стояночного тормоза. На автомобилях рестайлинговых систему изменили и используется уже электрический стояночный тормоз с электроприводом, воздействующий на основные суппорта. Ну а теперь выводы по второму Freelander, как по модели. На самом деле, если вас привлекает внешность, либо набор качеств, которые предлагает этот автомобиль, например, длинноходную, очень мягкую, комфортную подвеску, хорошие динамические качества и серьезную по меркам паркетников проходимость, вы вполне можете остановить свой выбор на подобном авто. В конце концов, откровенно провальных агрегатов, по крайней мере, на дорестайлинговых автомобилях здесь не было. Это касается как двигателей, так и коробок передач. Подвеска этой машины достаточно простая по своему конструктиву и при этом весьма и весьма надежная. Ржавчина на кузове в данном случае легко контролируется визуально при осмотре автомобиля. И практически единственным недостатком можно в кавычках обозначить достаточно сложную бортовую электронику. Да, вполне возможно, стоимость содержания фрилендера будет выше, чем некоторых японских или корейских аналогов, но умение разбираться в каталогах запасных частей здесь будет преимуществом, которое позволит где-то значительно сэкономить. Дубликатных запчастей на эти автомобили также предлагается достаточное количество, причем зачастую в очень неплохом качестве. И хотелось бы предостеречь вас от попытки купить подобный автомобиль по самому низу рынка. Не стоит этого делать. Отдавайте предпочтение автомобилям с прозрачной историей и максимально обслуженным. В этом случае объем позитивных эмоций, которые вы получите от эксплуатации фрилендера, значительно перевесит возможные затраты на обслуживание автомобиля. На сегодня это все. Если у вас был или есть до сих пор фрилендер 2, и вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, соответственно, вам есть в чем нас поправить и чем нас дополнить, обязательно укажите все это в комментариях. Ведь людям, которые задумались о том, чтобы купить себе подобную машину, именно ваш комментарий может помочь сделать верный выбор. Если наш сегодняшний обзор вам понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Не забывайте указывать в комментариях, какие машины вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Спасибо за просмотр и хорошего дня. До новых встреч на канале. Пока!